Профессор Виллер, Бейлл, Колледж, Медисон. Спасибо. Спасибо, профессор Козлов. И все. Для меня большая радость, большое счастье быть здесь, в том числе в городе Петербурге в период Белых ночей. Я первый раз, и пока что мне все очень нравится. Итак, я расскажу некоторые общие вещи о проекте ТКГА или атласе генома рака и что мы из этого проекта выносим. И некоторые, расскажу вам вещи, что нам удалось до сих пор сделать. Несколько примеров покажу. И когда я говорю «мы», это все сообщество врачей и исследователей, которые работают в области онкологии. Итак, проект атласа генома рака – это как большой взрыв был для точной, прецизионной медицины противораковой. И привело это к большому разнообразию, появлению новых таргетных терапий, которые нацелены на разные гены. Сотни разных терапий сейчас еще находятся на стадии разработки. Не все они еще работают, и мы будем исследовать, и мы посмотрим на причины, почему в рамках моей презентации. Но что интересно. Кажется, я столкнулся с той же проблемой, что и профессор Козлов с переключением слайдов. Вот назад у меня получается вернуться. На секундочку остановлюсь на этом. Что сделало возможным этот проект атласа генома рака? Это секвенирование, которое в 2004 году очень сильно получило развитие, но было очень много противоречий. Нужно ли нам вообще иметь такой проект человеческого генома? И, например, профессор Дулбека, люди, которые опережали свое время, он исследовал как раз онкологию, и он понял, что с учетом такого референтного генома мы в какой-то момент сможем... Люди станут экспериментальными животными, и это, может быть, будет лучше, чем мыши, потому что клеточные линии у нас будут совсем другие, для которых мы будем иметь полную характеристику генома. Но также, возможно, можно будет разработать более общие терапии, и, может быть, мы найдем ключи к решению разных проблем, и сможем упростить терапевтический подход. Профессор Козлов описал некоторые возможности уже в этом же ключе. Это действительно для 1986 года были мысли и подход, который опережал свое время. А сейчас мы находимся буквально на рассвете понимания онкологии и важности прецизионной и точной медицины. Так что же добился этот проект? Примерно 2,5 пета-бита данных теперь доступны от 11 тысяч пациентов. 11 тысяч пациентов, у которых были 33 самых разных, редких, в том числе, типов онкологии. И эти данные очень важны для того, чтобы понять, что такое опухолевая клетка во всех этих разных типах опухолей. Конечно, возможно, этих данных еще недостаточно, но для начала это уже неплохо. И какие у нас типы данных? Первое – секвенирование ДНК, точечные мутации, также данные по метеллированию, эпигенетика, от платформы метеллирования, транскриптомы по мессенджер-РНК и микро-РНК, и также притомы. данные доступны на веб-сайте, который указан наверху, gdc.cancer.gov. Любой может запросить доступ к этим данным и использовать их для своих экспериментов в области биоинформатики. Достижения ТКГА следующее. Мы улучшили понимание молекулярных основ рака. В 2004, когда человеческий геном был расшифрован, мы знали 290 раковых генов. Сегодня уже больше 720 раковых генов нам известно. Мы сейчас вооружены молекулярной классификацией большинства типов опухолей и гораздо более релевантной с точки зрения прогностической по сравнению с классификациями, основанными на данных патоморфологических. И также мы вот-вот подойдём к прецизионной медицине с таргетной терапией. Кроме того, мы узнали разные подробности микроокружения опухолей. Вы очень много слышали в предыдущей лекции об этом, используя данные метилирования и экспрессии генов. Диагностические и прогностические мутации выявили. И, кроме того, мутационные сигнатуры нам стали известны, и новые механизмы генеза опухолей – это сплайсинг, модификация хроматина, ответ, разрушение ДНК и также некоторые другие. Всего можно сказать, что один из первых сюрпризов был огромный диапазон, огромный разброс мутации генов опухолев. Вертикальная ось – это десятичный логарифм частоты мутации здесь, и мы видим, что все опухоли имеют достаточно большой диапазон частоты мутаций. В среднем это от одного до десяти мутаций на мегабазон. В редких случаях есть раки, которые превышают сто, и почти тысячи даже достигают мутаций на мегабазон. Это в основном раки, которые имеют сильные мутагены в среде окружающей. Пациенты, у которых от десяти до ста мутаций на мегабазон в основном, у них есть такое явление, как нестабильность микросателлитная. Вот это частота мутаций в этой диапазоне. Я немного вам расскажу. Ещё очень тип с высокой частотой, который вызывается мутацией при репликации полимераза ДНК. То есть мутируется, как бы, редактирующий домен полимераза. И частота мутации становится очень высокой. Этот домен, вернее, раки с этим доменом очень привлекали много внимания с точки зрения репликации ДНК. Несколько слов о том, что мы узнали о полимеразе Псилон и истоках репликации. Это очень интересная часть геномики рака. И, конечно, основывается она на общих биологических подходах, но при этом ещё с клиническими применениями. Обзор полимераза Псилон, которая во всех клетках синтезирует ведущую цепь. И дальше у нас есть ещё так называемый пол ДНК. Мы в своём коллеге показали, что когда происходит мутация, первичное мутационное изменение – это СНА. И посмотрите, вот в верхней цепи, когда она является лидирующей, происходит мутация СНА. И когда мы это откартируем на референтный геном, вы увидите это, но при этом внизу лидирующая цепь в обратном направлении идёт, и СНА превратится в ГНТ при картировании на референтный геном. И что тогда происходит, когда мы рассматриваем мутации и распределение мутаций в этих типах раков? Вот это 19 рядов мутации СНА, которые происходили в опухолях с полимеразой Псилон-нарушениями. А вот здесь ГТ-изменения, и вы видите, что СА, в основном их кластеры слева, а ГНТ справа. Это одна локация в геноме, а вот это ещё одна локация в геноме. И мы чётко можем разделить источник репликации в геноме человека. Очень интересная вещь, потому что до сих пор в основном только в геномах бактерий и митохондрии можно было изучать источники мутаций. Где-то 3000 транзиций таких в геноме, которые указывают один исток на репликацию на мегабазу, и они распределены по всему геному. Несколько слов о микросателлитной нестабильности. Мы слышали об иммунной микросреде. И вот это экспрессия генов, нескольких маркеров, связанных с иммунным ответом на опухоль. Что видим? Эти маркеры обычно экспрессируются на более высоких уровнях в опухолях с МСИ, микросателлитной нестабильностью, по сравнению с теми опухолями, где этой нестабильности нет. И это привело к одобрению ингибиторов контрольных точек пембролизумаб, в частности для пациентов, у которых есть микросателлитная нестабильность, независимо от типа опухоля. Здесь вы видите уровень микросателлитной нестабильности. И 30 разных видов и типов опухолей. Когда индекс микросателлитной выше вот этой линии, мы считаем, что эта опухоль микросателлитно нестабильна. И почти каждая опухоль сейчас имеет хоть какую-то микросателлитную нестабильность. Или пациентов с микросателлитной нестабильностью, правильнее сказать. Где-то год тому назад пембролизумаб был одобрен для использования с любым типом опухоли, с микросателлитной нестабильностью. Это был первый пример препарата, который зависит не от типа опухоли, а от генетического состава опухоли. То есть мы двигаемся в сторону тех предсказаний толбака, которые он высказал еще в конце 20 века. Похоже, что батарейка теперь еще садится в указке. Может быть, ее надо заменить? Итак, в результате собирания мутаций за последнее десятилетие у нас очень много типов рака получили препараты, которые либо одобрены в ДИИ, либо проходят клинические исследования, либо до клиника идет. Но часть этой кривой, смотрите, показывает ряд препаратов и на какой стадии они находятся для всех вот этих типов опухолей. успех или степень успеха от той или иной терапии зависит от того, какой тип рака. Может быть, вот в этой части кривой больше шансов на успех некоторый тип рака, как меланома, глиома, рак прямой кишки, ректальный рак, рак эндометрия. Но чем дальше мы двигаемся вправо, как видим, не так много всего там происходит. Мы слышали сегодня уже, что одна из проблем с новой таргетной терапией заключается в том, что она дает только достаточно короткие продления выживаемости. Но это очень сильно зависит от того, какой тип у вас рака. Потому что в некоторых случаях новые терапии недоступны или не дают преимуществ. Несколько слов о раке печени и некоторых изменениях, которые появились на горизонте в результате находок и исследований в этой области. очень серьезные барьеры были и до сих пор есть на дороге к прецизионной медицине. И гипотоцеллюнарная карцинома входит в этот список. Не все виды рака имеют много терапевтических мишеней. Не все активирующие гены рака детектируются по статусу мутаций. НГС или секвенирование нового поколения ДНК само по себе недостаточно для того, чтобы направлять терапию. Итак, ГЦК этот профиль показывает гены, частоту мутаций генов 196 пациентов. Пациенты вот в этих колонках мутировавшие гены в строчках и разные цвета показывают также разные мутации. И хотя мы можем выявить мутации достаточно просто и в большом количестве в этом виде рака, самые основные четыре самых главных четыре гена, которые чаще всего мутируют, нет терапевтических мишеней и препаратов направленных на них. Поэтому профиль мутации ничего нам не дает для этих пациентов. Кроме того, как и со всеми раками, которые мы до сих пор рассматривали, есть пациенты, у которых очень мало или вообще нет активирующих генов, и поэтому мы не знаем генетическую основу этих опухолей. И мы иногда называем это темным ящиком, черным ящиком генетической основы рака. ингибитор, который ингибирует в рецепторы факторов роста, например, фибробластов и некоторые другие рифениб, именно на этом основании он был одобрен в ДИИ в случае рака печени. Как видите, два с половиной месяца дает применение препарата прибавку к продолжительности жизни. Публикация результатов этого клинического исследования, очень много других ингибиторов тирозинки на Зе были опробованы, но, как видите, не сильно успешной линией стрелки, направленной налево, показывают улучшение терапии, а направо отсутствие улучшения. Один препарат был пограничный, это первая линия, вот это вторая линия терапии, еще три препарата, которые показали некоторую активность, но сейчас эти препараты только очень скромно повышают продолжительность жизни на несколько месяцев. И таким образом очень медленно идут разработки препаратов. в некоторых странах, как в США, смертность от рака печени или желчных протоков очень высокая и продолжает повышаться. И это очень серьезная проблема. мы изучаем транскрипцию 20 генов, которые регулируются от ТП53. ТП53 мутируют в этой опухоли, и тогда происходит шатдаун генов, это синим обозначено. А если у нас дикий тип ТП53, наверху вы видите мутационный статус пациентов, зеленые полоски это ТП53 мутированный, а желтый это дикий тип. Исходы для этих пациентов на основании мутационного статуса ТП53 никакой разницы мы не видим между пациентами с диким типом и с мутированным. Но если посмотреть на сигнатуру транскрипционную и сравнить высокий квартир с низким квартир здесь очень серьезная и достоверная разница в прогнозе. Мы можем признать ТП53 как прогностический показатель в некоторых случаях генов. И еще среди высокорегулированных генов высокорегулированных ТП53 есть один, который является частью сигнального пути Hedgehog. Hedgehog высокоактивен в стадии морфогенеза морфогенеза и было показано, что он играет важную роль в генезе опухолей, например, в случае карцинома базальных клеток. При регуляции мы видим след активности этого пути в случае гипотоцеллюлярной карциномы. напоминания и картинка, которая показывает сигнальный путь Hedgehog и ингибирует белок ген Smootan и когда он ингибирован сигнал путь не генерирует, но при связывании Hedgehog освобождается ген Smootan и сигнальный путь становится активным. Так же, как и TKI Hedgehog ингибирует стимуляторные сигналы записи генов и таким образом активирует сигналы через сигнальные пути. дальше что происходит? TP53, если он мутирован, пэтч ингибируется и без этой активности пэтч Smootan может быть активным и таким образом включается сигнальный путь Hedgehog. белок. Здесь вкратце показано вот это изменение, но есть еще один ген, который тоже является частью этого сигнального пути. Hedgehog. белок взаимодействующий с Hedgehog. Когда он активен, он выключает patch и является еще дополнительным ингибиторным механизмом для того, чтобы поддерживать сигналы путь Hedgehog. и хотя этот ген никогда не мутирует, ДНК метилирования приводит к сайленсу этого гена. Вот это мы видим активность по экспрессии гена, голубые точки этого модели сравнений, каждый кружочек отображает отдельного пациента. Мы видим, что шатдаун гена произошел за счет метилирования и транскрипционный сайленсинг на основе других механизмов. Таким образом, у нас есть два указания на то, что сигнальный путь Hedgehog может активироваться сначала с помощью мутации TP53 и второе с помощью взаимодействующего белка с Hedgehog генов. И еще вирус гепатита B. Когда этот вирус интегрируют в гены и мы берем три гена MML4, TRT, CZN1, они очень часто бывают в случае гепатита B, и уровень экспрессии этих генов повышается. генов пациент из когорты указан и относительный уровень экспрессии по вертикальной оси гена у этих пациентов. Вот эти желтые кружочки это уровень экспрессии интегрированного пациентов с интеграцией. Интересный пример вируса гепатита B, его интеграции в ген ГЛИ, транскрипционный фактор. Посмотрите, у этого пациента экспрессия ГЛИ была в четыре раза выше по сравнению со всеми другими пациентами из Кагурта. И вы видите еще один возможный путь активирования сигнального пути, который фактически обходит вот эти экстрацеллюлярные сигнальные пути. Три соответственно у нас есть подтверждения. Как мы можем доказать это? Если посмотреть на гены индуцируемых хэчхогом, большинство таких генов стимулируются и другими транскрипционными факторами, но есть два из них. вот они представлены здесь, глиодин и пэтч, которые на них воздействует только хэчхог. Посмотрите, это гли, ген, пациенты с мутацией TP53, низкий уровень пэтч T4, пэтч D4 высокий, когда пэтч D4 опускается, сигнальный путь гли повышается, а когда пэтч D4 высокий, гли сигнальный путь наоборот понижается. Мы смотрим на РНК опухолей пациентов в исследовании и на основании этого предположили, что сигнальный путь действительно был у них активным. Существуют ингибиторы сигнального пути хэчхог. Некоторые были одобрены. Один для карцинома базально-клеточной медулобластома, а еще один острый промелоцит ликоза, и он сейчас проходит клинические испытания. Рака печени пока нет в этом списке, поэтому много возможностей в дальнейшей работе. Итак, сама по себе мутация гена недостаточно информативна для того, чтобы успешно лечить большую часть пациентов с большей частью опухолей. ТКГ и другие большие когорты нелеченных пациентов описали генетику генезоопухоли, генетические основы генезоопухоли, в то время как резистентность к лекарствам приводит к плохой выживаемости и является фенотипом рака, контролируемым разными генами. Транскрипционные сигнатуры используют хорошо подобранные гены и являются более информативными может быть даже во всех типах рака. Если вы хотите рассмотреть, например, резистентность, устойчивость к препаратам, нужно проводить генетический анализ, который бы помог выявить подробности и детали этой резистентности. Это можно сделать, разбив пациенты на группы, например, пациенты, которые приобрели эту резистентность или пациенты, которые были нечувствительны к препарату и сравнивать. Я уже говорил, что транскрипционные сигнатуры используют хорошо подобранные гены. А и дальнейший анализ сигнальных путей, например, хэчхога в случае ГЦК могут раскрыть терапевтические особенности биологии опухоли и рака в целом, которые можно использовать для будущего успеха. Ваши вопросы, пожалуйста. Просто задать кому-нибудь, пожалуйста. подождите, не задавайте, он ухо наденет. Большое спасибо за очень интересную лекцию. Скажите, пожалуйста, как Вы относитесь к мутационной нагрузке, как к биомаркеру для оценки потенциальной эффективности иммунотерапии? Мутация, мутационная нагрузка связана с микросателитной нестабильностью. Опухоли с такой нестабильностью, как я показал, от 10 до 100 мутации на мегабазу имеют. И эта нагрузка мутационная сама по себе её легко измерить и выявить. МСИ, нестабильность микросателитная сама по себе добавляет большое количество мутаций к мутационной нагрузке. Если посмотреть на иммунный ответ в пол эпсилон, там гораздо более мутационная нагрузка. И иммунный ответ немножко ниже. И это предполагает, что нестабильность микросателитная со сдвигом рамки мутациями может быть более моногенная, чем точечные мутации, которые мы видим в пол эпсилон. Но в любом случае более высокая частота мутаций, тем больше мы видим доказательства реактивации в опухоли. Сандра Эккеман из Кёльна, Германия. Я занимаюсь педиатрической онкологией. У меня вопрос. Может быть, у вас есть мнение на эту тему? Как вы думаете, хорошая ли стратегия, если мы будем говорить о сигнальных сетях и сравнивать педиатрические данные с обычными сигнальными путями у взрослых с точки зрения биологии, потому что иногда создается впечатление, что очень маленькие дети с бластомой сигнальные сети могут быть высоко специфичными и немножко отличаться? Сравнение всегда полезно. Конечно, заболевания детского возраста обычно отличаются от взрослых. У детей, например, гепатобластома встречается, а не гепатоцеллюлярная карцинома. Хотя я бы сказал, что всегда полезно сравнивать для того, чтобы понять разницу, может быть, типы клеток будут отличаться и, может быть, некоторые различия связаны с разными клетками предшественниками ввода пухоля. Думаю, что это будет интересно и полезно. Дэвид, а есть ли доказательства генетических заболеваний полэпсилон, высокая мутация связана с каким-то генетическим заболеванием или есть какой-то патогенетический механизм, который повышается у некоторых людей с большей частотой. мутация высокой частоты. Ядро эксона считывает полимеразу. и было проведено одно большое исследование по колоректальному семейному раку. Энтолеранс из Великобритании встретил несколько пациентов с наследованной полэпсинал и полдэ1 мутациями. Рак прямой кишки похож и очень ранний возраст обычно иногда даже это дети бывают педиатрические пациенты. Спасибо. TCGA это огромный ресурс. Я согласен с тем, что транскрипционный анализ транскриптомов принесет еще больше информации, чем анализ мутации. И уже в наших нескольких докладах мы этот ресурс используем. Мы это увидим в следующей накладах. Спасибо. 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 . . Спасибо. . .